А грязь и ныне там. Благоустройство Нарымского сквера возобновили только после жалоб местных жителей и журналистов-мэру. Кому потребовалась встряска? Сутки на посту. Бывший директор Новосибирского оперного театра снова не удел. Назначение Бориса Мездорича на должность в Питерском театре аннулировано. Тигр вам не киска. Содержать в квартирах диких животных запретят на законодательном уровне. Какое наказание ждет тех, кто леопардов, игуан и коршунов пытается одомашнить. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой. В день рождения Пушкина стихи поэта звучат в метро и в скверах. Что получили те, кто помнит классику наизусть? Об этих и других новостях в прямом эфире программы Новости Новосибирск. Я Вадим Муравьев. Вечер добрый. Благоустройство Нарымского сквера забуксовало. Десять дней назад чиновники заявили о начале озеленения того участка, где чуть было не построили гостиницу. Тогда высадили несколько десятков деревьев. Но с тех пор на пустыре не появилось ни травинки. Местные жители жалуются и обсуждают в интернете, куда пропали озеленители. Мэр Новосибирска ответил, все идет по плану. Во-первых, не на прошлой неделе началось благоустройство сквера. Я напомню, что благоустройство началось осенью прошлого года. После соответствующих судебных решений, после того, как мы окончательно приняли решение. И сделано очень много за это время. На самом деле, если вы там бываете, в РЕН-ТВ я просто приглашаю туда. Посетить там, не пользоваться интернетом, не только интернетом, но и личные впечатления получить от того, что там происходит. Наша съемочная группа отправилась на Рымский сквер и убедилась, на благоустроенную территорию это пока не похоже. Впрочем, буквально через час после пресс-конференции Анатолия Локтя, в сквер прибыла техника и бригада рабочих. Депутат ЗАГС Собрания и по совместительству пресс-секретарь мэра Артем Скатов пообещал, что ко дню города этот пустырь преобразят. И зелени здесь будет достаточно. Городный лихоз – это муниципальное учреждение, которое действительно нужно тряхнуть. И сегодня мэром было достаточно жестко поставлено перед службами и перед департаментом задача приступить и ко дню города, чтобы все было сданно. На что был получен ответ, что эти сроки будут выполняться. Просто у города же не только на Рымский сквер. Везде нужна работа, везде нужна внимание. Яну Кострыцыну, сотрудницу отдела соцзащиты администрации Новосибирского района, некорректно прокомментирующую ситуацию с детским лагерем «Балуш», накажут, сообщили нам сегодня в пресс-службе Министерства социального развития региона. Вот что чиновница ответила моей коллеге Светлане Шуваевой на вопрос о ненадлежащем состоянии детского лагеря, в который по путевкам отправили группу девочек-гимнасток. А то, что там туалет на 26 человек, ну извините, это не является нарушением. На 156 человек в самолете вообще-то два туалета. Все умудряются ходить в туалет. Пусть ваши дети едут отдыхать в Турцию, там будут абсолютно все классные условия. Напомню, девочек-гимнасток из лагеря забрали родителей, обнаружив, что жить и тренироваться детям там невозможно. Льготные путевки в Балуж были куплены через отдел соцзащиты Новосибирского района. Сейчас юным спортсменкам подбирают другой лагерь. Родители же обсуждают упорные слухи, мол, директора спортивной школы собираются уволить за срыв детского отдыха и за то, что информация о скандале попала в средства массовой информации. Назначение Бориса Мездрича на пост исполнительного директора Петербургского театра на Литейном аннулировано. Связаться с самим экс-директором Новосибирского оперного сейчас невозможно, на звонки он не отвечает, в театре от комментариев отказываются категорически. Кандидатуру на директорский пост должен был утвердить учредитель театра Управления культуры Ленинградской области. Мездрича комиссия рассматривала в числе прочих кандидатов. Однако предпочтение было отдано другому человеку, кому не уточняется. Между тем, сегодня стало известно, что Борис Мездрич возглавит список партии «Яблоко» на выборах в законодательное собрание Новосибирской области. Об этом в своем твиттере сообщил председатель партии Сергей Митрохин. К другим темам. Одинаковый диагноз не значит, что пациенты и больны одинаково. Индивидуальная медицина – актуальный тренд в области здравоохранения во всем мире. И только в России все еще лечат болезнь, а не человека, поэтому и схема стандартна для всех. В рамках технофорума 2015 эксперты сегодня пытались понять, можно ли врача повернуть лицом к пациенту. Лидия Захарова выслушала мнение. Исследования ДНК меняют подход к технологиям в сфере медицины и здоровья. Вот одна из новосибирских разработок – персональная ДНК-диета. Клиенту высылают пробирку с ватной палочкой. Ей нужно провести по внутренней стороне щеки для взятия пробы. Затем в лаборатории делают анализ ДНК. С помощью этой информации персональный человек более эффективно подбирает себе план питания. Наши специалисты ему подбирают. Вот в этом и уникальность, что не диета одна для всех, а персональная диета под каждого человека. Персонализированная медицина – это как пошив костюма по индивидуальному заказу. Ширпотреб, когда одинаковый диагноз предполагает одинаковое лечение, должен остаться в прошлом. Если портной в этом случае тщательно снимает мерки, то врач должен провести подробную диагностику. На Западе для этого активно работают над экспресс-тестами, создают переносные диагностические устройства. Россия пока отстает. Отставание в этой области будет критично сказываться на дальнейшем развитии медицины в общем, этой области в общем. И в частности переносификации лечения. Потому что все мы знаем, что когда возникли персональные измерители уровня глюкозы, глюкометры, это существенно перенесло часть работы надзора на пациентам, самого пациента. Сейчас новосибирские ученые участвуют в межрегиональном проекте. Разрабатывают дистанционное устройство для анализа параметров свертываемости крови. Но несколько других проектов в этой сфере были закрыты и закончились деньги. Между тем, благодаря Академгородку и технопарку, город может стать центром развития подобных технологий в России. У нас есть производители, которые являются драйверами процесса. Они заинтересованы в том, чтобы сохранять свои позиции на рынках и развивать их. У нас хорошо развита частная медицина, которая заинтересована в новых решениях. У нас есть разработчики, ученые. Осталось разработать, так скажем, типовые механизмы взаимодействия, которые были бы интересны и удобны всем участникам и экономически эффективны. Лечить больного, а не болезнь, в свое время предлагал еще Гиппократ. Спустя сотни лет этот подход наконец-то начинают активно применять. Но сколько времени пройдет, пока он станет доступен всем российским пациентам, никто сказать не может. Лидия Захарова, Максим Федосеев, Новости РЕН-ТВ, Новосибирск. Оставайтесь с нами и вы увидите во второй части нашей программы. Фестиваль по ориентированию слепых стартовал в Новосибирске. Приспособлен ли город для инвалидов? Новости Новосибирск собирают средства на покупку билетов для ребенка, перенесшего пересадку костного мозга. Сибиряки заводят в квартирах тигров, гадюк и тарантулов. Депутаты хотят запретить держать хищников в городах. Этот город рассчитан на зрячих. Фестиваль по ориентированию для слепых в очередной раз доказал. Незрячему даже на спортивной дистанции и то проще, чем на родной улице. Моя коллега Мария Черешнева попыталась сама понять, насколько это сложно – жить в Новосибирске, который невозможно увидеть. 365 метров, которые нужно просто пройти. Для зрячего человека не проблема, для слепого – тысяча препятствий. Поребри, кусты, люди, коляски, лавочки. Ольга порой оступается, уходит в сторону, но темп старается не сбавлять. Она потеряла зрение два года назад. И хотя уже научилась воспринимать мир на слух, свыкнуться с этим до сих пор не может. Мне еще было очень сложно взять в руки трость, понять, что я теперь все с ней навсегда. Морально тяжело было. Но ничего, привыкла. Следующее задание сложнее – не только пройти дистанцию на скорость, но и собрать по дороге пять цветов. Здесь больше поворотов, зато можно пользоваться подсказками прохожих. Это же тоже очень важно, когда в обществе тебя замечают уже. В этих мероприятиях самое главное – это не то, чтобы пройти эту дистанцию. А чтобы показать обществу, что ты можешь это сделать. Вот и все. Повторить то же самое в обычной городской суете гораздо сложнее. Светофоры и дорожки для слепых в Новосибирске по пальцам пересчитать. Этот город рассчитан на зрячих. Ты где увидишь, что у тебя здесь стоит ограждение? Ты это можешь только увидеть лбом. Подошел так – оп! Ну все, увидел. Ну разве это приспособлено? Нет. Об этом никто никогда не думает, потому что считают, что наш народ никуда не ходит. Он все равно сидит дома. Но это заблуждение. Незрячие ежедневно выходят на улицу, несмотря на риск, оценить который очень легко. Достаточно завязать глаза. Если честно, то мне очень страшно принимать участие в этом эксперименте. Не потому что есть риск куда-то упасть или врезаться на этот случай. У меня есть шлем. Но действительно страшно представить себя на месте человека, который лишился зрения и оказался в городской среде. На самом деле участникам соревнований им проще. Потому что у них есть определенные навыки, у них есть опыт, наконец, у них лучше развиты осязания и слух. И вообще я чувствую уже, что ландшафт здесь ага, немножечко меняется. Я всегда знала, что незрячему человеку в городе очень сложно. Ямы, колодцы, неправильно припаркованные автомобили. Теперь убедилась в этом на практике. Но я-то в любой момент могу снять маску. Сотни людей сталкиваются с этими проблемами ежедневно. Мария Черешнева, Алексей Андробаев. Новости РНТВ Новосибирск. Программа «Новости Новосибирск» продолжает благотворительный марафон помощи больным детям. Каждый день в нашем эфире истории ребятишек и их родителей, которым нужна наша общая помощь. У 10-летнего Данилы Устинова. Лимфобластный лейкоз. Рак крови. Сейчас он в московской клинике. Готовится к пересадке костного мозга. Донором стала его мама, Алена. Сама операция и восстановительные процедуры после нее полностью оплачены. Но мальчик не может вернуться в Новосибирск. На оплату перелета домой у Алены Устиновой денег уже не осталось. Это конструктор юного электроника. Здесь можно собирать всякие лампочки, вертушки, самолетики. Мне кажется, он с ним всегда с этим позитивом. Ему всегда весело, всегда хорошо. Во всем он видит плюсы. Год, наверное, в общей сложности мы делали блоки высокодозной химии. Потом мы прошли облучение. Нас опять вывели на поддержку. Видимо, он привык за столько лет к этому лечению, что для него это не было ни шоком, ни там, ничего такого. Нет, ну надо так надо. Мы столько уже прошли, осталось немножко. На домашнем обучении. Нас не выпустили в школу. Дома мы учимся до сих пор. Друзей все равно не хватает. И охота, конечно, в школу, чтобы было больше друзей. И не сидеть каждый день дома одному. Последнюю химиотерапию он подружился с девочкой в больнице. Ей 12 лет, Анюта. И они вместе, получается, все блоки они провели вместе. То есть поэтому ему легко было. То есть он ехал, чтобы пообщаться с Анютой. Химия – это так, второе дело было. Со 2 июня 2014 года мы опять проходим курсы высокодозной химиотерапии. Опять проходим облучение. Москва нам рекомендует пересадку костного мозга. И неделю назад нам приходит вызов. Мы улетаем на пересадку. Наверное, интерес больше. Вполнения нет. Ему очень интересно, что наконец-то это все закончится. Наконец-то он пойдет в школу. У него не будет ограничений, что ему нельзя ни с кем общаться. Потому что периодически происходит велосипед нельзя, друзья нельзя, коллектив нельзя, магазины даже бывает нельзя. И, конечно, он уже ждет, что это все закончится. Но мы продолжаем выпуск. Депутаты Московской городской думы хотят запретить держать диких и хищных животных в квартирах. Внимание к этой теме у народных избранников возникло после вопиющего случая. Леопард убежал от хозяев и разгуливал по детской площадке. Но опасные ручные звери – это не только столичный колорит. От москвичей не отстают и сибиряки. Кого они держат в своих домах? В квартиру со львом зашел Кирилл Полиенко. Вот они такие идеальные такие создания. Их кормить часто не надо. Гладенькие шерсти от них нет. Для Дмитрия Желтикова не собака, а удав – друг человека. Первую рептилию завел в 2012-м в год змеи. Теперь их у него уже больше десятка. А еще и редкие для наших широт тропические ящерицы и огромные пауки. Некоторые из них ядовитые, но Дмитрий не боится. Он профессиональный биолог и точно знает, как ухаживать за всем этим зоопарком. Ну это мраморный таракан, но ему надо, наверное, в неделю штуки четыре. Он уже большой очень. Они маленькие для него. На экзотических животных можно и зарабатывать. Королевский удав Гоша – звезда кемеровских свадеб, корпоративов и детских утренников. Хозяева – бывшие цирковые артисты. У Арютиных дома целый зверинец. Завести ее, как думаете, может каждый? Нет, не желаю каждому, чтобы заводили. Потому что с ними постоянно надо общение и уход. Иначе они будут дичать, а потом кидаться будут. Животные, брошенные и больные, стали головной болью для ветеринаров. Врачи удивляются без ответственности горожан. Даже за обычным хомячком или попугаем нужен правильный уход. Иначе домашний любимец может стать угрозой здоровью. Самое главное, прежде чем кого-то выбрать, нужно много-много информации перечитать. Ну и тогда уже заводить какое-то определенное животное. Некоторые решаются завести не просто редких, а опасных животных. За последний год несколько подобных случаев. Вот львенок разгуливает по городской квартире. Царя зверей взяли ради забавы. Пришлось отдать, когда он стал по-настоящему опасным. Мы, наверное, предпочли получить по времени счастья ненадолго, но очень хорошего, позитивного, потому что все-таки лев достаточно редкий. И, может, даже внукам с ним расскажут. Другой пример. Царь тайги во дворе обычного частного дома. Заглянуть за забор, пощекотать нервы, испытать судьбу мог любой прохожий. А ведь это не мишка с конфетной обертки, а реальный хищник. Такие случаи происходят все чаще, потому что людям сложно запретить заводить диких животных. Сам по себе термин «итое животное» он крайне расплывчатый. Мышка, которая живет в лесу и в то же время может жить у ребенка в клетке дома. Или уж. А если это зверь не изъятый из природы, то есть который родился в ней, а тот, который уже 3-5-10 поколений размножается в клетках. Хотя по-прежнему, с точки зрения названия, он остается той же самой белкой, сурком, сусликом, неважно кем. И вот все это законодательно разграничить и тем более обеспечить необходимые права применения крайне сложно. Принять меры зоозащитники требуют до того, как подобной истории закончатся трагедией. Кирилл Полиенко, Дарья Тарасенко, Дарья Швыткая. Новости РНТВ Новосибирск. И это еще не все новости. Не переключайтесь. Смотрите в заключительной части программы. Знающих стихи Пушкина наизусть бесплатно пускают в метро. Со сцены классика декламируют Сергей Чанишвили. 93. Журналу «Крокодил» одному из самых популярных в Советском Союзе. Многим его не хватает. И кемеровские врачи кидаются портселями. Зачем доктора придумали себе новый вид спорта? Бывший спецназовец и бывшая, ну вы поняли, прочтут курс выживания для самых маленьких. Без пистолет. Я хочу, чтобы этого парня и ребенка закопали. Затвор. Ствол. Отдай ребенка по-хорошему. А вот это дуло пистолета. Моника Белуччи. Кто ты на самом деле? Клайв Оуэн. Я британская няня. И я опасен. И один очень юный меломан. В смертельно опасном боевике пристрели их. Сегодня в 23.00. 6 июня отмечают день рождения Александра Пушкина. Обычно устраивают литературные чтения и открывают памятники. В Новосибирске, видимо, решили, что нерукотворного памятника поэту достаточно. Поэтому в городе нет даже бюста Александра Сергеевича. Зато с выдумкой к празднованию отнеслись в метрополитене. Наш корреспондент Павел Теунов заучил бессмертные строки и отправился в подземку. Сегодня, пожалуй, единственный день, когда знания и хорошая память помогают сэкономить. В метро чествуют Пушкина за выученный стих «Бесплатная поездка». Говорят, организаторов можно опознать по желтым кепочкам. Сейчас посмотрим. Здравствуйте. Я хочу поучаствовать в акции. Можно попробовать? Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. К сожалению, это Лермонтов. Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел. К сожалению, это Николай Алексеевич Некрасов. Организаторов невозможно провести. Но это было бы глупо, наверное, потому что здесь преподаватели русского языка и литературы, которые знают классику лучше обычного простого человека. Тогда так. По прихоти своей скитаться тут и там, Дивясь божественным природой, красотам и предсозданиями искусств и вдохновения, Трепещься радостно в восторгах умиления от счастья, от права. Спасибо. Вот так бесплатно за знание стиха можно пройти в метро. Спасибо. Вы знаете, даже сразу потянуло на поэзию. Вот послушайте. Метро, как много в этом звуке для сердца русского слилось. В час пик испытываешь муки, а вечером проходит злость. Впрочем, наверху еще интереснее. В городе организовали пять парков Пушкина, где множество тематических площадок, посвященных великому поэту. Пушкин, конечно, солнце русской поэзии, но любят и знают его в разных странах мира. Здесь на этой площадке стихи поэта читают на других языках. Вот, например, ты на каком языке можешь прочитать Пушкина? На татарском. Пожалуйста. Ниндибулса, Таваркарарга, Минэкаршина, Балдакиле, Сказка и Папеи и Равотники. Это, конечно, не великий и могучий, но звучит забавно. Это импровизированный кинотеатр, где на свежем воздухе можно сесть, расслабиться, отдохнуть и посмотреть мультик. Кроме того, в парке можно встретить людей, одетых по моде позапрошлого века. Они очень выделяются на фоне обычной одежды горожан. Скажите, пожалуйста, вы не Дантес? Нет. Александра Сергеевича не видели? Видел. К нашему стыду вновь будет стоять актер памятника Пушкину в Новосибирске. Наш Анатолий Евгеньевич Локоть, вы знаете, первое заявление его в качестве мэра в прошлом году, было заявление о том, что в Новосибирске появится памятник Пушкину. Ну вот ждем, что будет больше. По крайней мере, пока никаких движений в этом направлении нет. Праздник русской словесности продолжится еще и завтра, поэтому у жителей Новосибирска остается возможность не только бесплатно проехать на метро, но и сполна окунуться в атмосферу 19 века. Павел Теунов, Алексей Андробаев, Новости РНТВ, Новосибирск. А завтра в Новосибирске произведение Пушкина под аккомпанемент камерного оркестра филармонии прочитает Сергей Чунишвили. Под музыку Чайковского, Римского, Корсакова и Бородина артист театра и кино, озвучивший десятки мультфильмов, фильмов и аудиокниг будет декламировать сказку о царе Салтане, стихотворение разных лет и альбом Онегина. Это не вошедший в основной текст романа-стихи. Это современный проект актера и дирижера оркестра. Замечательно, что это происходит в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, который по государственному законодательству является нашим всем, а для каждого человека он является очень личным и очень своим, потому что все мы встречались с ним в детстве гораздо раньше, чем со всеми другими нашими великими поэтами. Никуда от этого не денешься. 93 года назад вышел первый номер сатирического журнала «Крокодил». Броские и порой нахальные карикатуры высмеивали врагов режима, тунеядцев, спекулянтов и продажных аппаратчиков. Зачем в веке 21-м смотреть на историю глазами советского крокодила и есть ли место карикатуре в современной России? Безопасность. Враг хорошей карикатуры. Сегодня смотреть на жизнь глазами карикатуриста стало скучно, говорит омский художник Павел Радзиевский. С 90-х дозволено почти все, за остальное даже не ругают. Работать на острие конфликта теперь банально. Интересно, когда это немножко опасно. Как оно перестает щекотать нервы. Это безопасно и интересно, и всем можно. Не выжил в новую эпоху идеологически подкованный «Крокодил». Любимец советского гражданина у журнала был немыслимый по тем временам тираж «6,5 миллионов». Бичуал по роке с 1922 года. В разное время там работали Самуил Маршак, Владимир Маяковский, Сергей Михалков, Михаил Зощенко. Справедливости ради у журнала был сравнительно небольшой круг тем. Мир «Крокодила» состоял из Советского Союза, Пентагона, НАТО, Израиля и стран Третьего мира. И жили в нем, конечно, обобщенные образы. Бюрократ, поп, халтурщик, американский дядя Сэм. Что-то человеческое появлялось на его страницах нечасто. Был не только крокодил печатный, а был даже живой крокодил. Когда, например, крокодильцы выходили и ставили своеобразные мини-спектакли. Маяковский выступал в живом крокодиле. И поэтому, конечно, все знали, что нужно вести себя в этих рамках, в рамках нового человека. Путь и водитель по идеологии СССР сегодня можно увидеть в новом формате. Серия книг «История глазами крокодила» выйдет уже в сентябре этого года. Это 12 томов давно забытых карикатуры текстов, каждый из которых сопровождается подробным предисловием от приглашенного автора. Кстати, деньги на проект собирали всем миром. Выходит, карикатуры в России нет, а интерес к ней остался. Конечно, карикатура, но ее не существует. Ее не существует. Есть какие-то отдельные проявления, есть отдельные калатные люди. Которые что-то пытаются делать, в этом смысле. Но как явление, как язык, как культура, как способа, что-то такое, подняться и не сообщить окружающим, карикатуры больше нет. Если вы готовы увидеть историю страны, да и всего 20 века, глазами хищника, торопитесь, первые 6 томов уже в продаже. Динара Ганеева, Александр Рябуха, Новости РНТВ, Омск. Кемеровские врачи сегодня выясняли, кто из них самый физически крепкий. На традиционной спартакиаде, кроме легкой атлетики, футбола и волейбола, появилась дополнительная, весьма экзотическая дисциплина. Ее назвали медицинский дуатлон. Сначала доктора кидали дротики, а зачем состязались в метании портфелей. Организаторы говорят, необычные снаряды заполнены историями болезни пациентов. Чтобы кемеровчане всегда были здоровы, врачи старались забросить их как можно дальше. Самые тренированные использовали технику метания копья, но результаты оказались лучше у тех, кто позаимствовал навыки толкания ядра. Техника, да, но естественно она не совсем такая, но если к ней придерживаться, то можно кинуть его очень далеко. И в завершении выпуска о погоде на предстоящие выходные в городах сибирского региона. В Томске, где 120 семей остались без канализации в квартирах за долги ЖКХ, 24 градуса тепла, облачно, с прояснениями. В Кузбассе, где врачи ради спортивного интереса кидаются портфелями, также плюс 24 и солнечно. В Омске, где вспоминают карикатуры из советского журнала «Крокодил» не выше 23 и дожди. А в Новосибирске, где приводят в порядок скверы только после вмешательства журналистов, до 26 тепла без осадков. Если вам есть чем поделиться со всеми жителями сибирского региона, если наткнулись на стену непонимания чиновников или на несправедливость, сообщайте в нашу редакцию. Адрес электронной почты и телефон на ваших экранах. Разберемся в ситуации и постараемся помочь. Кстати, ради этого мы не уходим в отпуск. Далее в эфире федеральные новости. Коллеги расскажут о 19-летней студентке МГУ, которая бросила учебу ради службы на террористов организации ИГИЛ. У нас на этом все. Программа «Новости Новосибирск» вернется в эфир уже в понедельник, ровно в 19.00. Хороших выходных! Программа «Новости Новосибирск»